МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального селивания Чуваша. Информационная программа Республика в студии Ольги Пырочкиной. Больше кислорода. На биологических и честных сооружениях запустили новое оборудование. Красноречивее любых слов шоу-балет «Авангард» собрал полный зал. Лучшее, конечно, впереди. Город железнодорожников стал участником федеральной целевой программы развития моногородов. Результаты мониторинга цен на продовольственные товары и лекарственные препараты показывают, что ситуация стабилизировалась. По некоторым позициям наметилось даже снижение. Как этого удалось достичь и какие задачи по-прежнему в списке первоочередных, говорили на еженедельном совещании главы и правительства Чуваши. Разговор начался с хороших известий. Глава Чуваши сообщил, согласно договоренностям, достигнутым во время спортивного форума в октябре прошлого года, в республику поступили средства из федерального бюджета на реализацию социально значимых проектов. Почти 358 миллионов рублей. Достроительство Ледового дворца на 7500 зрительских мест. Там 7000 у нас получается в окончательном варианте. 150 миллионов рублей. Строительство межрегионального центра развития маутинбайка в городе Чебоксары 28,8 миллиона рублей. Реконструкция судешор номер 2, центр зимних видов спорта. Это биатлонный центр 91,1 миллиона рублей. Реконструкция стадиона Олимпийский командному чемпионату в Арктийской Европе 63,6 миллиона рублей. Кроме этого, на строительство физкультурно-спортивного комплекса в городе Чебоксары 24,2 миллиона рублей. По данным Минэкономразвития, Чуваши находится на 63-м месте среди всех субъектов России по уровню цен на продовольственные товары. Причем 17 наименований социально значимых продуктов вообще в списке самых низких. Некоторые негативные явления остаются. В основном это касается привозных фруктов. Но в целом ценники не отбивают у покупателей аппетита. Большую роль в стабилизации продовольственного рынка сыграли прямые поставки местных товаропроизводителей, которым существенно сократили путь до прилавка. Добрая воля торговых сетей, решивших заморозить цены, также благоприятно повлияла на ситуацию. Не выпадают из общей тенденции и лекарственные препараты. С 1 марта вступил в силу новый перечень препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП, туда вошли 608 международных непатентованных наименований. По торговому наименованию это порядка 5000 препаратов. Значит, по этому сегменту рост цен по сравнению с январем составил 2,4%. А рост цен препаратов, которые не входят в ЖНВЛП, порядка 4%, 3,96%. При этом и в том, и в другом диапазоне наибольший рост зарегистрирован у препаратов в цене до 50 рублей. Алла Самойлова особо отметила, большинство подорожавших препаратов из общего списка имеют аналоги, входящие в перечень жизненно необходимых и важных. В государственных аптеках покупателям обязаны предлагать более дешевые аналоги, и Минздрав это контролирует. Некоторые аптечные сети также готовы нести социальную ответственность. Но и гражданам не стоит забывать о более дешевых альтернативах. О подготовке к весеннему севу доложил министр сельского хозяйства Сергей Павлов. По его словам, аграрии региона к проведению полевых работ готовы и ждут только благоприятных погодных условий. Несмотря на то, что цены на семена, удобрения, ГСМ и запасные части к сельхозтехнике по сравнению с прошлым сезоном подорожали, посевные площади увеличены. Усилены и меры государственной поддержки. Но по состоянию на 30 марта перечислено сельхозпроизводителем 670 миллионов рублей. На прошлом году на эту дату было 254 миллиона рублей, практически два с половиной раза больше. Из них федеральные средства 4,64 миллиона рублей. Это 33,60% от выделенных средств. Конечно, основная часть субсидий – это возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Это 533 миллиона рублей. И тот объем, который мы смогли увеличить, это за счет того, что прошлогодние, ну как сказать, обязательства мы выполнили сейчас. Сергей Павлов отметил, на сегодня долгов у правительства республики нет. Все средства перечислены сельхозтоваропроизводителем. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Канаж стал одним из пяти российских городов, которые в этом году получат материальную поддержку для развития социально-экономической отрасли. И снижение монозависимости от градообразующих предприятий. Соответствующее соглашение подписано сегодня. Канаж – второй город программы 2015 года, соглашение с которым уже подписано. В его рамках республиканскому бюджету будет выделено более 600 миллионов рублей. Они пойдут на развитие инженерной инфраструктуры и дорог, а также реализацию новых инвестиционных проектов. Люди увидят, что будет меняться облик города, и город железнодорожников не только будет сохраняться, он будет подниматься на другой уровень культуры. Вот это как раз самые значимые показатели. Российским фондом развития моногородов была проделана кропотливая работа по отбору регионов участников в программе. Его представители не раз выезжали в Канаж. Тесное сотрудничество органов исполнительной власти Чувашии и фонда дало результат. Договор подписан в короткие сроки. Для нас важно не просто потратить деньги и не просто создать инфраструктуру. Для нас важно, чтобы действительно, как сказал Михаил Васильевич, чтобы Канаж ожил. Чтобы действительно появилась среда. И вот если мы говорим о новых рабочих местах, то на сегодняшний день уровень безработицы таков, что рабочих мест, вернее, людей, ищущих в таком объеме работу, их нет. И Канаж должен будет их привлекать с других территорий. Шесть городов Чувашии были заявлены на участие в программе поддержки моногородов. В перспективе они смогут получить дополнительные денежные средства, если пройдут конкурсный отбор. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. На биологических очистных сооружениях в Новочебоксарске запустили новое оборудование. Так называемые воздуходувки имеют большое значение для очистки стоков. Об этом в следующем сюжете. Биологические очистные сооружения для обеспечения жизнедеятельности столицы Чуваша и ее города-спутника построили в 1967 году. Сюда приходят все канализационные стоки из двух городов. И прежде чем они попадут в Волгу, им предстоит несколько стадий очистки. Одна из них биологическая. На этом этапе сточные воды в специальных им костях аэротенках взаимодействуют с активным илом. Это комплекс микроорганизмов, которые питаются загрязняющими веществами. Как и все живое, бактерии не могут без кислорода. Чем его больше, тем лучше себя чувствуют микроорганизмы. Для обогащения стоков кислородом и служат воздуходувки. Бактерии представляют собой биоценоз микроорганизмов, которые способны накапливать на своей поверхности и окислять загрязняющие вещества, находящиеся в сточной воде. И как любой микроорганизм, они нуждаются в кислороде. Таким образом, подача воздуха в аэротенке решает ряд проблем. Такие как перемешивание сточных вод, далее насыщение кислородом, удаление продуктов метаболизма. Воздуходувки на БОС работают с момента запуска очистных. Сейчас в здании воздуховодно-насосной станции находятся три поколения воздуходувок. Вот самые старые, они же самые большие по размеру, занимают два этажа. На данный момент их уже не используют, они находятся в резерве. Но когда эти воздуходувки функционировали, в помещении было так шумно, что без специальных средств защиты находиться рядом было очень сложно. В 2013 году на биологических очистных заработали новые воздуходувки. Куда более компактные и менее шумные. Мощность этого оборудования при той же самой производительности уменьшена на порядка 180 кВт. Годовой эффект от применения нового оборудования составляет порядка 4 миллионов рублей. Буквально неделю назад здесь запустили третье поколение воздуходувных машин. Это компактное оборудование позволяет сильно обогащать воздух кислородом. Что положительно сказывается на используемых в очистке бактериях, а значит и на частоте стоков, которые в итоге попадают в нашу Волгу. Специалисты отмечают, объем сточных вод, который приходит на БОС за сутки, за последнее время особо не изменился. А вот концентрация загрязняющих веществ серьезно выросла. А значит, чтобы сохранить природу, новое оборудование мера очень нужная. Процедура предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, стала простой и прозрачной. В Чувашской республике работает единый информационный ресурс, где любой желающий может подробно изучить все свободные от застройки земли. Об этих и других плюсах электронного ресурса в нашем следующем сюжете. Чтобы больше строить, надо иметь свободные земли. Чтобы знать о них все необходимое, Министерство имущественных отношений разработало единый информационный ресурс. Благодаря ему застройщики владеют нужной информацией. Мы изучили через единый информационный портал документации о выделении земель под жилищное строительство. На ресурсе выделен кадастровый номер. По кадастровому номеру мы изучили этот участок. Он очень удобен. Подрядчиков, желающих осваивать земли, стало больше. То, что мы в рамках единого информационного ресурса работаем, конечно, это помогает нам, расширяет наши возможности, расширяет и возможности подрядных организаций. Все доступно, все открыто и количество участников аукциона становится больше. На ресурсе содержатся сведения о 223 земельных участках общей площадью 554 гектара. Их площадь, наличие инфраструктуры, кадастровые стоимости и другие характеристики также можно найти на сайте. Если раньше эта информация иной раз была недоступна для вас, вам нужно было несколько раз обратиться, зачастую это было не раз обращение ваше в муниципальное образование, то сегодня эта база у нас единая. Вы на сайте Министерства имущественных и земельных отношений можете видеть всю базу в разрезе всех муниципальных образований. Так информационные технологии изменили подход к делу. Один раз посетив страницу Министерства, строители могут найти необходимый участок и в установленном законодательством порядке принять участие в аукционе. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня в ЧГУ имени Ульянова вспоминали выдающегося деятеля чувашской литературы Николая Дедушкина. Ученый, педагог, литературовед и критик родился ровно 100 лет назад. Николай Степанович Дедушкин родился в селе Ольшеево Буинского района Республики Татарстан. Интерес к преподаванию и литературе был еще с молодых лет. В 1940 году Николай был призван в армию, а потом началась война. Воевал не только с оружием, но и с карандашом и блокнотом. Регулярно публиковал статьи, очерки о героизме и подвигах советских солдат, о творчестве писателя на войне. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией, Японией и многими другими наградами. Я думаю, весь чувашский народ гордится таким человеком. Он был честным, трудолюбивым и прямолинейным человеком. Спустя 15 лет после победы Николай Степанович вышел в отставку в звании полковника. В 1967 году вернулся в Чувашию и возглавил союз писателей. Выпустил семь монографий. Особо значимы среди них разделы, посвященные творчеству чувашских писателей периода Великой Отечественной войны. В Чебоксарах дружная семья Дедушкиных жила по улице Ленинградская, доме номер 28. Я считаю, он достоин того, чтобы последующее поколение помнило о нем. И хотелось бы на этом доме, чтобы мемориальная доска была поставлена в честь Николая Степановича Дедушкина, литератора и критика. И я думаю, это сыграет большую положительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Более 10 лет Николай Степанович преподавал в ЧГУ имени Ульянова. Он был настоящим педагогом, доброжелательным и терпеливым, вспоминают в университете. Анастасия Алангина, Сергей Рябчиков, Республика. Планета КВН пополняется новыми именами. Сборная Чебоксар-Чуваши будет участвовать в сезоне Центральной лиги Москвы и Подмосковья. Чуваши уже начали свой путь к мечте любого КВНщика. Попасть в программу Александра Маслякова на Первый канал. Начали с Москвы, с планеты КВН, фестиваля «Лампа». Самые веселые и находчивые нашей республики долго к этому готовились. Писали, отбирали материал, проверяли реакцию зрителей в Чебоксарах. На 1-8 финала нашей Республиканской лиги столица. И даже накануне своего отъезда на Кубки Новчика, который, кстати говоря, выиграли. Теперь все мы ждем от команды Чуваши успешного сезона в Центральной лиге Москвы и Подмосковья. Следующий этап 1-8 финала пройдет 24, 25, 26 и 29 апреля в Доме КВН. Выразить свои мысли и эмоции можно не только с помощью слов, но и с помощью языка тела. Танца шоу-балет «Авангард» собрал на сольный концерт «Полный зал». Мечтай! Именно так называлась сольная программа шоу-балета «Авангард». Вот уже 18 лет этот коллектив радует любителей танца новыми постановками и яркими костюмами. АПЛОДИСМЕНТЫ За долгую танцевальную жизнь у «Авангарда» накопилось немало интересных историй и моментов. Однажды у нас случилась такая ситуация. Один мальчик проспал, он играл на телефоне, и он пропустил свой номер. Тогда его мама очень сильно поругала. Мечтать свойственно абсолютно каждому человеку, но одних размышлений недостаточно. Нужно стремиться воплотить все свои мечты в реальность, верить, и именно тогда все получится. Идеи черпаем буквально отовсюду, и какие-то по телевизору проекты, и какие-то концертные площадки, на которых мы сами работаем. И просто для детей, например, из мультиков, для взрослых, с каких-то более взрослых сюжетов, из фильмов, например. Более 200 танцоров, полный зал зрителей и шквал аплодисментов. В общем, сольный концерт шоу-балета прошел на ура. Юлия Важенина, Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. В сложные экономические времена владельцы предприятия стараются сократить расходы. Происходит это в основном за счет налоговых платежей и различных отчислений. В ход идут серые зарплаты. О том, чем могут грозить подобные схемы работнику-работодателю, разговор пройдет в программе «По существу». Она выйдет в эфир сразу после нашего выпуска. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин